МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Заседают в городской администрации, но это не пленарное заседание, которое каждый месяц проходит, это заседание комиссии по строительству и благоустройству. И вот там сейчас озвучиваются данные, о которых давненько предупреждали общественники, в том числе общественники, я имею в виду, которые следят за ремонтом, содержанием нашей дороги. Есть у нас региональная группа, да, ты знаешь прекрасно. Они неоднократно на протяжении последних месяцев говорили, кричали о том, что подрядчики, которые ремонтируют у нас в городе дороги, они почему-то плохо исполняют свои обязанности по гарантийному ремонту. Дороги рушатся, у нас 4 года гарантии на дороге, этот срок проходит, все. Ну, а насколько я помню, они рушатся-то начинают гораздо раньше, чем через 4 года. Да, и вот сегодня глава города Елена Ковалева доложила, в частности, о проблемах на некоторых улицах, в том числе на улице Проезжей, где якобы асфальт не пролежал в первозданном виде и около года. Вот, и принято решение там провести дополнительное обследование, выявить, насколько там велика колейность и так далее, и все-таки потребовать от дорожных служб, чтобы они дорогу отремонтировали. Вот ведь предупреждали люди, требуйте, уважаемые чиновники, подрядчиков, чтобы они выполняли свои гарантийные обязательства. Нет, вот все-таки дожили до такого момента. Мест в городе вот даже с той же самой колейностью, которые, судя по всему, и не были отработаны по гарантийным каким-то обязательствам, возьми ту же самую московскую. Ты едешь, я не знаю, как корабль на волнах, а не машина по дороге. Руль нужно, рулевое колесо нужно держать с двумя руками крепко в этой ситуации. Ну, мы не о дорогах сегодня собираемся поговорить, а мы... Но тоже о благоустройстве. О благоустройстве, безусловно. О состоянии наших городских парков мы хотим сегодня побеседовать. Сразу же предупрежу, что у нас на связи будет исполняющий полномочия главы администрации Кирова Вячеслав Симаков. Вячеслав Николаевич везде в последнее время, да, и к тому же послезавтра будет конкурс, куда заявились три, как мы знаем прекрасно, да, кандидата. Мы говорили об этом на прошлой неделе. Так вот, на днях городская администрация нам сообщила о том, что в Александровском саду начаты работы по реконструкции. При помощи губернатора Александра Соколова на эти работы выделено более 17 миллионов рублей. Вот на первом этапе там будет проведено благоустройство дорожек, тротуаров. Я, кстати, удивился, что их собираются, видимо, асфальтировать. У нас же тренд последнего времени брусчаткой выкладывать пешеходные дорожки. А тут, смотри, асфальт. И при этом, я насколько помню, была достаточно жаркая дискуссия по поводу того, стоит ли вообще что-то делать с тропинками, которые тропинки изначально. Народные тропы-то ты имеешь в виду? Я на самом деле не знаю, насколько они народные, потому что они там годами, ну, может, это действительно вытоптаны людьми, но то есть не асфальтированные, именно, знаешь, вот между основными маршрутами, то есть между тропинками, вот именно по самому парку, вот эти тропинки, которые тропинки проложены. И вот я помню, что по этому поводу много спорили, а нужно ли вообще их асфальтировать и что-то с ними делать? Ну, то есть где ощущение леса, парка? Мне кажется, до сих пор об этом спорят. Ну, надо же, вспомни, тут можно, да, народную мудрость, дорогу надо прокладывать там, где люди ходят, собственно. И вот тут, пожалуйста, благоустраивайтесь, но, по-моему, до сих пор у нас этот вопрос не решен. Вот, и второй момент, ну, вот спросим сейчас у Вячеслава Николаевича, я не совсем понимаю, то есть, если это делается в рамках вот той самой масштабной реконструкции парка Кирова, то почему начинаем с дорожек, да? Именно с дорожек? Ну, давай сейчас узнаем. Вячеслав Симаков с нами на связи, исполняющий полномочия главы администрации нашего города. Вячеслав Николаевич, приветствуем вас. Добрый день. Да, очень рады мы, безусловно. Мы из года в год повторяем и говорим, что у нас в парках очень много таких неухоженных, неустроенных моментов, и очень приятно, что все-таки работа, ну, как нам обещают, работа большая все-таки начинается. Ну, вот насколько она большая, да, потому что мы перед эфиром с Владимиром тоже разговаривали и сошлись во мнении, что запутались уже в новостях, да, в суммах, которые обещали выделить, в проектах, которые согласовывались, не согласовывались. Вот та реконструкция, которая сейчас начинается, это вот часть той масштабной реконструкции или это что-то ежегодное, я не знаю, в рамках каких-то других программ? Давайте по порядку, Вячеслав Николаевич. Да. Ну, это, конечно, можно рассматривать уже как подготовка к 650-летию. Единственное, что по данному, по Александровскому саду у нас заранее никаких концепций, проектов не разрабатывалось, потому что жители не активно участвовали в голосовании этой территории. Но благодаря интересу главы региона, Александра Владимировича Соколова, этой территории удалось получить денежное средство на начало преображения Александровского сада. То есть 17 миллионов, которые выделили из федерального бюджета, они будут направлены на ремонт всей дорожно-тропиночной сети. То есть дорожки все будут восстановлены. Потом у нас есть аварийное ограждение на набережной Гринова, 32 пролета. Это будет восстанавливаться. Кроме этого, в рамках бюджетных средств этого года, мы ведем проектирование, ремонт объектов культурного наследия. Это входной портик, это чугунное ограждение, это две ротонды береговая и центральная. И кроме этого еще Александр Валентинович при встрече со строителями тоже получил одобрение на то, что строительными организациями будет разработан полностью проект Александровского сада. То есть это уже будет касаться и других территорий. Сейчас мы начинаем восстановление то, что есть, и дальше уже будет планироваться реконструкция. То есть никакого на данный момент сейчас проекта, по типу того, что разрабатывалось для парка Кирова, по-моему, по Александровскому саду нет? Да, здесь был произведен сметный расчет. То есть мы ремонтируем то, что десятками лет находилось без ремонта. Сам период, само время года, все-таки конец октября, не помешает, Вячеслав Николаевич, притворению успешному в жизнь вот этих планов по обустройству пешеходных дорожек. Все-таки у нас зима уже на носу. Ничего страшного. Со всеми строителями, с дорожными строителями обсудили, какие технологии применять, какие материалы применять. Поэтому здесь никаких проблем нет. Работает наше муниципальное предприятие «Гордомострой». То есть тут как бы следить будет за этим и гарантийные обязательства нести. Поэтому тут считаю, что деньги выделены. Посмотрели, каким образом их эффективно использовать, для того, чтобы в дальнейшем уже к этой территории не возвращаться. В сети появлялась информация о том, что ведутся какие-то работы по уборке, я не знаю, правда, там кустарник, деревья или что-то закрывающее. Тоже на набережной Грина, да? Да, на набережной. Да, в летний период жители получали претензии, потому что не было видно реки. Обзора на ветку. Да, поэтому были уйдены средства дополнительные на уборку порослей со склона вдоль набережной Грины. Я просто вспомнила сразу, ну, достаточно давно это было, я даже не помню, в каком году, когда, помните, склоны, со склонов тоже вот убрали очень-очень много деревьев, кустарников. Это был 2011 год. 2011 год, да, и тогда поднял, ну, очень некачественно провели эти работы, потому что там и берег начал вниз ползать, потому что, видимо, с корнем убирали или что-то. Ну, и красоты-то, откровенно говоря, не очень не получилось. Вот в этот раз будут следить за выполнением этих работ, чтобы под корень-то там ничего не убрали? Ну, разрушений там никаких не было. Дело в том, что просто была территория взросшая, и там не видно было ни мусора, ни эрозии почвы, ничего. То есть мы просто открыли... Ага, то есть все это было, просто всплыло на поверхность? Да. Понятно, что какое-то время потребовалось на уборку этого всего, а сейчас работы ведутся для того, чтобы убрать. Мы не весь склон чистим, не до низа, именно верхнюю часть припираем, чтобы... Вячеслав Николаевич, еще такой момент, да? Видео площадки. И если мы сейчас уже можем говорить о том, что все равно какой-то проект, так или иначе, реконструкция, ремонт, не знаю, как корректно назвать, Александровского сада появится, будет ли внимание уделяться нижней именно набережной? Потому что очень много... И от гостей города бывает люди говорят, что почему такое красивое место, и тут ничего нет? Ну, просто длинное ничего. И, казалось бы, действительно, да, такой потенциал рекреационный, и он никак не используется. У нас работа ведется в этой части тоже. И ежовский природный комплекс, и вот от Слободского спуска до улицы Лесной этот участок тоже рассматривается. Пока что это с общественниками там ведется работа, ребята концепцию делают, ребята субботники организуют и так далее. Дальше уже посмотрим, на каком участке остановиться, для того, чтобы проектную документацию сделать, чтобы ее реализовать. В принципе, этой части тоже внимания уделяется. Вячеслав Николаевич, возвращаясь к Александровскому саду, подрядчик там сейчас Гордор Мострой, да, который проводит работы. И речь идет об асфальтировании, да, пешеходных дорожек. Да. Это будет асфальтирование. У нас просто тут ведь в последнее время, вы прекрасно знаете, дискуссия, да, и тренд такой по городу, что лучше, брусчатку укладывать или все-таки асфальтировать. Брусчатка, как мы знаем, сразу же впитывает влагу, всегда сухо на ее поверхности. Заменить можно часть. Заменить можно, но с другой стороны, вроде как считается, что асфальт долговечней. Ну, не знаю, там, в каждом конкретном случае нужно рассматривать. Почему именно об асфальтировании решение принято? Ну, в данном случае у нас здесь асфальтовое покрытие, у нас здесь сетей никаких нет, то есть разбирать, собирать не требоваться, и кроме того, мы с асфальтом быстрее работу выполним. Угу. Сейчас в кратчайшие сроки будет демонтирован старый поребрик, установлен новый, и в короткие сроки будет все заасфальтировано. Естественно, гарантия будет, да, на эти работы со стороны подрядчика? Территория используется и для прогулок, и спортсмены там бегают, поэтому как-то больше звучало, что в асфальте предпочтительнее делать. Ну, и кроме того, мы посмотрели добавки различные, резинотехнические, поэтому, в принципе, нам погодные условия позволяют эту работу выполнить. То есть, если будет даже минусовая температура окружающего воздуха, все равно асфальтобетонная смесь там должна хорошо прижиться, что называется, лечь, и да, все будет в порядке. Смотрите, да, вот дорожки, понятно, в этом году, смотрю я правительство, да, то есть они пишут, что основные работы все равно по преобразованию сада запланированы на 2023 год. А вот эти деньги, это сумма та, которая только вот на этот год, или это, в принципе, вот и 2023 тоже сюда включен? 17 миллионов, это деньги этого года. Только этого, да? А в следующем году? Я вам повторяю, проект делается за счет небюджетных средств. Пока та сумма, которая необходима будет на реконструкцию Александровского сада, непонятно. Деньги у нас выделяются на парк Кирова. То есть там еще вот деньги в этом году нам выделены, более 100 миллионов, там часть мы закупаем оборудование с установкой в следующем году. Еще, Вячеслав Николаевич, вопрос по Александровскому саду, ну, такой сопутствующий. Неоднократно мы знаем, с наступлением осени, массово, я бы даже сказал, да, горожане жалуются на плохую освещенность территорий. Темно очень в вечернее и ночное время. И вот я, да, вспоминаю прекрасно новость от июля этого года, когда были подведены итоги голосования, какие территории следует подсветить, в первую очередь в нашем городе, тогда Театральная площадь набрала максимальное количество голосов, первое место заняла, а на втором месте как раз оказался Александровский сад. Вот что касается освещения Александровского сада. Не забыли про эту тему? Вот проект там будет учтено все. А, это в проекте все будет, ага, в окончательном. Да, там ребята как раз будут смотреть, где какие зоны необходимо подсветить, то есть какие зоны появятся, каким образом они будут подсвечены. Но я думаю, что это все мы после того, как будет подготовлена концепция, покажем и обсудим с жителями города. Это примерно по срокам, когда должен появиться этот документ? Не могу пока сказать, в следующем году. Ну, то есть вот эти работы, которые правительство анонсирует на 2023 год, эти работы еще, в принципе, их круг не определен, так как нет проекта, правильно понимаем? У нас анонсируются работы, которые в этом году выполняются, и те работы, которые будут выполнены в следующем году в обязательном порядке в парке Кирова. А вот давайте про парк Кирова, если можно, немножко, хотя бы пару-тройку минуток поговорим. Как там дела обстоят? Опять же, если смотреть по новостям, в третьей декаде сентября было сообщение о том, что там планируется обустроить памп-трек, скейт-площадку, в общем, для любителей экстремальных видов отдыха. Что происходит в парке Кирова? В данном случае как раз и было принято решение от этих работ уйти, потому что там большой объем работ связан с бетонированием и так далее. здесь мы уже не могли обеспечить температурные режимы, поэтому было принято решение по приобретению всего оборудования, то есть там детское, спортивное и так далее. В этом году мы все закупаем максимально, и в следующем году мы его устанавливаем. Начнется ли, что касается парка имени Кирова, в этом году ранее обещанный первый этап работ по, ну там земляные в том числе работы, должны быть обустройства тоже дорожек? Увидим в этом году? Ну вот мы сейчас посмотрим, какие работы все-таки можно проводить, и для того, чтобы людям было удобно, посмотрим. Тоже пока окончательных решений не принято? Да, да. Так. А от чего это, кроме похода, будет зависеть? Объем работ по монтажу, по ремонту, по прудам и по всему, это следующий год. Это 2023 должен быть, да, насыщенным в этом отношении. Ну и уж если тему парков добивать, что называется, тоже парк, который располагается на территории Первомайского района, Гагаринский, и что с ним, Вячеслав Николаевич? Пока в процессе. Ищем в рамках каких средств начать его реализацию. Там, насколько я помню, тоже была какая-то концепция. Выбирали из каких-то... Есть у нас проект готовый. Ага. Вот сейчас пока готовимся к зиме совместно с арендаторами. То есть как в прошлом году работу катка и еще какие-то аттракционы и так далее. Сейчас этим занимаемся. В общем, еще раз повторимся. Следующий 2023 год, он будет таким наиболее активным, наиболее ярким в плане благоустройства наших городских парков. Да, правильно поняли? И парков, и зелененных территорий. Вот смотрите, я вам скажу быстренько. Есть небольшие площадки, которые освобождены от аварийных домов. Они, воборот, не будут никаким образом запускаться в плане строительства. Они будут обустраиваться под зелененные территории. То есть мы говорили о том, что на Казанской 63 там появится скверик. Сейчас, в связи с тем, что на Воровского 7-9 желающих по обустройству парковки не появилось, мы хотим там тоже сделать скверик. И таких территорий у нас немало. То есть там просто будут озелененные территории без каких-то малых архитектурных форм. То есть газон, кустарники, деревья и так далее. Это все будет делаться на муниципальные деньги, да? Нет, здесь будет и спонсорская помощь. Вот я помню, мы с вами общались, вы говорили о планах по привлечению бизнеса, сообщества к реализации этих планов. В общем, переговоры идут. И уже тоже рисуют концепции, дендропланы составляют. Поэтому в следующем году, я думаю, активно у нас будут появляться такие зеленые уголки. Спасибо за эту информацию. Вячеслав Симаков, исполняющий полномочия главы администрации Кирова, был с нами на связи. Остается у нас еще пять минут, но чуть больше до рекламной паузы. Вообще, тема обустройства парков, я думаю, тут можно долго очень говорить и высказывать свои претензии, даже свои какие-то обиды и недовольства. Правда, все равно немного не поняла, потому что, я не знаю, я 15 раз сейчас перечитала новость от правительства, и там речь идет об Александровском саде, то есть неопарке Кирова. И вот они пишут, что основные работы по преобразованию сада запланированы на 23-й год. Я так и не поняла, какие работы будут в 23-м году проведены. Ну, видимо, вот сейчас должна быть концепция создана, да, как сказал Вячеслав Николаевич, пообщался он со строительными организациями, и они должны подготовить всю необходимую документацию. То есть у тебя вопрос, почему раньше этого не было? Нет, у меня вопрос, ну, то есть об этом заявляют, как уже о каком-то свершившемся факте, при этом нет ни концепции, ни денег под нее. Получается, что... Получается так? А основные работы запланированы на 23-й год? Ну, ладно, посмотрим, возможно. Ну, у меня, конечно, ну, как-то так сложилось в последние годы, потому что я живу рядом, моя семья живет рядом с парком имени Кирова, да, и мы там выходим частенько и прогуляться. И больше всего меня интересует, конечно, вопрос благоустройства именно этой территории. Ну, ты прекрасно помнишь, вот у нас, не знаю, как-то вот с годами все вот как снежная кома накапливалась, это недовольство состоянием. Он же главный у нас, ну, самый большой путем по территории в областном центре, да, и люди постоянно жаловались и жалуются, безусловно, на то, что... Хотя, я не знаю, может быть, парк у дворца пионеров такой же, по-разному. Ну, в общем, он определенно большой. Да, очень много проблемных моментов. И помнишь эти новости, когда в конце мая, по-моему, да, 2018 года такая большая представительная компания, делегация туда выезжала, выезжала в парке Минекирова во главе с руководителем городской думы, главой города Еленой Ковалевой, там чиновники были. Вот я нашел эту новость, перечитал о том, как Елена Васильевна высказала свое недовольство обшарпанными фонарными столбами, урнами, расписанными вандалами, скамейками, мусором сломанной тротуарной. Ну и чем тогда это все закончилось? Елена Васильевна дала поручение чиновникам быстро-быстро прибрать хотя бы это ко дню города. Это было в конце мая, напомню. Что по-большому изменилось счету с 2018 года в парке Минекирова? Ничего. Ну, только асфальт еще больше сползает в воду. Следующий, опять же, такой выезд делегации был в начале лета 2020 года, то есть два года спустя. Да, выезд этот закончился тем, что на Нижнем пруду установили, ты помнишь, серые заборы, ограждения. Мотивировали это тем, что здесь гуляют в том числе мамы с колясками. Почему-то всегда от отцов сбрасывают со счетов, к отцу как будто не гуляют. Я вот гулял, например, в парке Минекирова с коляской, да, и вел счастье, да, чуть не свалиться в этот нижний пруд. И вот, собственно, да. Тогда в том числе этим обосновали появление этих ограждений. Они там до сих пор стоят, а берега все так же оползают, оползают туда потихонечку. Ну, кстати, я должна тебе сказать, что вот я, когда ходила сама по этим тропинкам, мне проблема не казалась такой уж прям вот катастрофической, катастрофичной в плане вот этой сползающей дорожки. А тут летом я пошла туда с детьми, дети уже подросли, то есть их уже сложно держать за руку. Они уже не в коляске. Они уже не в коляске. И вот тут я осознала масштаб бедствия, потому что, я не знаю, мне кажется, мы гуляли там час, и за этот час они пытались утопиться раз 15 в этом пруду, съезжая с этих дорожек, падая. Ну, то есть это было страшно, правда. И интересно, ну, то есть вот эти серые заборчики, это, конечно, вообще не вариант, не способ решения проблемы. Ну, тогда бурят просто, негодование, да, со стороны жителей поднялась, может. Вот, но что-то сделать там с этими тропинками явно надо, потому что это, как оказалось, действительно небезопасно. Ну, что касается парка имени Кирова, на мой взгляд, самое большое преобразование там за последние годы появившееся, это асфальтирование дорожек. Я прекрасно помню это время, это, наверное, год 2014-2015, и тогда начальником теруправления по Ленинскому району был Алексей Александрович Вершинин, я тоже помню, мы говорили об этом у нас в эфире, об этой работе. И, собственно, с тех пор дорожки, в общем и целом, ну, в парке имени Кирова вот эти заасфальтированы, они себе вполне себе в пригодном состоянии. А вот все, что находится рядом с прудами, ну, вот это уж, конечно, да. Вот, а что касается по парку Кирова, да, ну, с Александровским садом, ладно, там нет пока никакой там какой-то вменяемой концепции, никакого готового проекта, то есть по парку Кирова вроде бы что-то представляли, да. Я помню вот эти рендеры с амфитеатрами. Там же был профессиональный дизайнер привлекали, да, архитекторы и так далее. Компания со странным названием, не помню его. Ну, в общем, не суть. И мне как-то представлялось, что эта реконструкция будет проводиться, ну, то есть, условно говоря, какими-то этапами, да, то есть часть парка будут выводить из строя, полностью ее сделали, перешли к следующей части, да, и таким образом весь парк охватили. А тут, получается, опять, видимо, начнутся латания каких-то дыр. Ну, мы пока предполагаем, что на самом деле мы не знаем еще. Ну, а вот смотри, по Александровскому саду ведь так и происходит. То есть, получается, вы сейчас сделаете, там, условно говоря, дорожки, а если проект, который какая-то компания подготовит к 2023 году, будет включать что-то с этими дорожками, их будут... И может оказаться, что они как-то вот как седло, да, что называется, ну, вот не к месту они окажутся, да, и ты хочешь спросить, что придется переделывать, да, наверняка в этом случае. Да, ну, надежда, как говорится, умирает последней, и все равно надеемся на то, что будет грамотное проектирование, реализация. Есть у меня некоторые опасения, что все эти глобальные реконструкции с огромными деньгами в итоге обернутся вот декоративными какими-то работами. То есть тут вот что-то приподнимут, тут заменят урны, тут приведут в порядочек пару дорожек, ну, пусть все хорошо дорожки, и схожут вот в сельвупле кировчане. Ну, я понимаю, да, твои опасения, настрой, потому что мы же годами видим, да, как многие проблемы не решаются, и уже зачастую хочется руки-то опустить. Но призываю все-таки не опускать и надеяться на то, что действительно что-то хорошее из этого получится. Ладно, с этой темой мы заканчиваем. На сегодня, по крайней мере, сейчас у нас будет небольшая рекламная пауза, после которой у нас будет еще одна тема, связанная с туризмом. Продолжается наша передача. Дарья Топузлиева, Владимир Сметанин. На самом деле у нас сейчас тема-то будет, она связанная с Александровским садом, потому что, вот, честно говоря, я вообще не следил. Ну, так вот, что-то там новости какие-то были. Вообще не следил вот за этими кикиморками, кикиморками-то вятскими, вот этими фигурками, как они там появились, где они там разместились. Я их даже вот еще пока не видел воочию. Я их тоже не видела, но к нам приходили девочки. Авторы, собственно, да. Авторы этого проекта. И я прям, признаться, честно, вдохновилась, и мне захотелось сходить найти их, посмотреть их, но вот пока чего-то все в руки не доходит. Многие не доходят. Я хоть и лично, да, мало знаю о них, еще воочию не видел, но как-то вот переживаешь за них. То там что-то их повредят, то чем-то, извините, испачкают. Ну, многие люди знают, чем испачкали. Тут утеплили одну кикиморку к зиме. А новость заключается в том, что сувениры эти с изображением вятской кикиморы прошли в финал очень престижного конкурса «Туристический сувенир». А финал состоится, между прочим, в первых числах декабря именно в нашем городе. И вот сейчас мы поподробнее об этом поговорим. Елена Данюшенко, вас с нами на связи, руководитель Центра развития туризма Кировской области. Елена, добрый день. Добрый день. Добрый день. «Туристический сувенир». Давайте напомним, что за конкурс такой, насколько он важен, насколько он масштабен, актуален, статус у него такой солидный. Да, всероссийский конкурс «Туристический сувенир» – это достаточно масштабное событие. Проходит он уже достаточно большое количество времени. Собирает производителей туристических сувениров с всей страны. Вот только что буквально прошел региональный финал Приволжского федерального и Уральского федерального округа. Радует, что большое количество проектов из Кировской области поучаствовали, прошли в финал, поэтому мы их, собственно, увидим все в финале и будем ожидать, наверное, не менее 250 участников со всей страны, так как пройдет финал в Кирове. Ну, давайте напомним, что это за проекты от Кирова, которые так достойно себя показали в рамках этого состязания. Это большое количество проектов. Я не буду все перечислять, но здесь и большое количество производителей, которые стали делать тематические сувениры, например, браслет с подвесками «Вятский шарм», шоперы «Вятская кикимора», настольные игры «Ходилки», также это и «Дымковская игрушка», это и глиняные кружки, средневековые ножи. Ну, в общем, все, что связано с мероприятиями, с какими-то знаковыми историями, связанными с Кировской областью. Все, в принципе, представлено, в том числе вот «Вятская роспись», сувениры «Вятская свистопляска», «Дворянская игрушка» представлена также. Ну, то есть большое количество тех, кто позиционирует через свои сувениры именно «Азиатский край», «Регион», то, в принципе, все и представлены достойно. Елена, а конкурс этот, он больше, вот финал, да, если говорить о финале, который пройдет в Кирове, это больше какая-то профессиональная история или жители города смогут тоже в ней поучаствовать, не знаю, прийти и посмотреть, будет ли какая-то выставка, да, где и наших ребят можно увидеть? О форматах проведения мы расскажем позже, о проведении этого конкурса. Сейчас пока вот только закончился еще региональный этап, про финал мы объявим несколько позже, про форматы его проведения, когда будут понятны все организационные моменты, все можно будет почитать и в наших ресурсах, наших источниках. Мы постараемся, конечно, сделать так, чтобы и жители города могли узнать о тех производителях сувениров, которые приедут к нам в регион. Ну, у меня похожий вопрос, Даша, поинтересовалась, как, собственно, люди могут приобщиться, да, к конкурсу. А у меня вопрос, как люди приобщиться, могут вообще вот к этому разнообразию упомянутых вами изделий. Они есть в продаже, где их можно уже посмотреть. Они вообще в народе-то уже разошлись? Да, конечно, все эти сувениры можно найти как в сувенирных лавках, так и у них есть собственные точки продажи. Можно найти их большую часть в туристко-информационном центре, также прийти, они представлены там. То есть они все, эти производители сувениров, представлены у нас, их можно приобрести. Часть в том числе имеет свои группы в социальных сетях, через которые также можно приобретать эти сувениры. Ну, то есть они, в принципе, все доступны. Если возвращаться к самому конкурсу, как проходила процедура? То есть это была какая-то однократная какая-то оценка комиссий, да, после чего участники попадали в финал? Или это проходило в несколько этапов? Сначала это идет заочная оценка заявленных проектов по ряду критериев, в том числе востребованность, привязка к территории, возможность масштабирования и так далее. И те, кто, соответственно, уже прошел заочную оценку, они едут, презентуют экспертному совету свои изделия уже в очном формате, вот как раз состоялось буквально накануне в Екатеринбурге. — Елена, у нас еще есть пару минут. В принципе, вот по этой теме нам более-менее все понятно. Ждем с нетерпением, конечно же, финала, который пройдет в начале декабря в нашем городе. И хотим, конечно же, видеть наших земляков в списке победителей. Но мы помним прекрасно, что в октябре традиционно у нас подводятся итоги еще и туристического сезона. Так ведь? — Уже подвели. — А, уже подвели. — Да, хоть мы вас и об этом не предупреждали, но вот все-таки основные вехи хотя бы затронут сейчас уже минувшего туристического сезона, насколько удачно он сложился. Мы несколько раз беседовали в течение лета с вами на эту тему. Ну вот ваша оценка. — Ну оценка, в принципе, остается той же самой. Действительно, сезон был весьма удачный. И мы в этом году, я уверена, предусмотрим цифру по взрослому потоку в регион по сравнению с прогнозами, потому что многие площадки отмечают повышенный спрос на посещение, в том числе несколько туристических поездов также за сезон приехало в город. Помимо этого, крупные мероприятия в этом году были доступны уже, и, соответственно, собирали большое количество народа, в том числе не только в Кирове, но и в районах нашей области. Поэтому я думаю, что сезон был достаточно удачным. Но в Кировской области сейчас небольшой сезон, а потом начнется зима, и это уже, соответственно, новый сезон будет с новыми предложениями на нашу красивую кировскую зиму. — По туристическому потоку уже подсчитали примерное количество людей? — Нет, конечно, пока еще этой цифры нет. — Рановато, да? — Да, она появится уже, соответственно, по итогам года. Но пока мы рассчитываем на цифру больше 400 тысяч человек. — Для сравнения стоит упомянуть показатели прошлых лет. Порядка 300 тысяч там фигурировала цифра. — Да, там было чуть-чуть больше 300 тысяч. Порядка 330 тысяч было в прошлый год. Ну, 20, соответственно, он не совсем релевантный в силу пандемии. Но вот по сравнению с 2021 годом, да, действительно, очень большой рост планируется. — Ну и, конечно, надо понимать, что на вас, в том числе на вас, на людей, отвечающих за туризм, в нашем регионе большие надежды возлагаются в связи с 650-летием. Мы помним слова губернатора о том, что до миллиона бы нарастить неплохо, да? Турпоток. Ну, что-то в этом роде было. — Да, но, конечно, сейчас выносятся небольшие все-таки коррективы с учетом всей ситуации в стране. Но мы так или иначе стремимся к этой цифре. И юбилейным годом, собственно, у нас работа не заканчивается. Она продолжается. Соответственно, будем стремиться. И я думаю, что наша туриндустрия нас ни в коем случае не подведет. — Спасибо большое, Елена. Елена Данюшенко с нами была на связи, руководитель Центра развития туризма Кировской области. Минутка у нас, по-моему, еще остается. Ты сам-то в этом году куда-нибудь в Кировской области спутешествовал. — Так, в Кировской области, в Кировской области. Ой, ты знаешь, вот у меня какой-то печальный туризм по Кировской области. То есть это поездки по родственникам, связанные с какими-то печальными событиями. Не хочу сейчас на этом сосредотачиваться, но вот как-то жизнь у нас такая складывается. — Ну, в любом случае, у нас и время эфира, я так понимаю, заканчивается. Владимир Сметанин, Дарья Топутевна. — Как-нибудь отдельную программу посвятим, как я провел это лето, да, Натя? — Дневной разворот на этом завершен. — Спасибо.